Коммунист Валерий Рашкин, обсуждаем текущую повестку. Давайте про воскрешение Левого фронта. Они красивую дату себе выбрали на годовщину революции и заявляют о том, что вот-вот еще чуть-чуть, и они опять будут на политической арене. Возможно, пока полулегально, потом как-нибудь легализуются окончательно и дальше будут конкурировать с вами, Валерий Федорович. Ну, насчет конкурировать они не говорили. Это можно предполагать, говорить или подталкивать. А то, что возрождается еще одно движение не сверху, не от Кремля, как это было с коммунистами России, КПСС, патриоты России, там под кожу пытались залезть нам в компартии. То, что снизу, то, что навеяно требованиям населения, граждан, ну что, это естественный способ. Это противоестественный для вас, Валерий Федорович. Если бы вы отвечали нужным гражданам Российской Федерации с левого фланга, не было бы нужды в Сергею Дальцове Левом фронте? Он всегда был. Он всегда был. Он работал, действовал. Кстати, был у нас в штабе протестных действий. Был, а теперь не будет. Да. Сначала кто-то уходит, кто-то приходит, кто-то возвращается. Значит, поэтому я не исключаю, что на какой-то стадии пройдут переговоры и будут совместные действия и левого фронта, и компартии Российской Федерации, и всех, кто снизу вот именно патриоты возродился. Я, например, здесь спокойно на это смотрю. Это вот как раз то движение, то движение, которое, может быть, поможет и прибавить, прибавить к авторитету, в том числе и оппозиционно, всем оппозиционным силам. Я, например, спокойно отношусь к тому, что левый фронт будет работать в соответствии с Конституцией, юридическими нормами, зарегистрированной на политическом поле. Почему вы их не воспринимаете как конкурентов? Ваш же электорат, ваши же люди, которые придерживаются левых убеждений, марксисты, ленинисты, они будут теперь с ними? Нет конкуренции. Конкуренция может в бизнесе быть, конкуренция может, если ты во власти в Кремле сидишь, так сказать, конкуренция. А когда оппозиционное движение возрождается одно, другое, третье, если есть возможность, и они договариваются, охватывая большее количество граждан в единую организационную какую-то структуру, ну, я считаю, это, наоборот, нормально. Да. Я считаю, это, наоборот, нормально. Но они вас считают лоялистами, не признают в вас, вот именно, настоящую оппозиционную силу, поэтому и создают свое движение. Это спор, это диалог. Это, так сказать, вопрос взгляда на ту или другую ситуацию. Это вопрос тактики, техники, технологии, методики проведения. Никто же другого ничего не придумал в человеческом обществе. Оппозиция всегда работает парламентским, непарламентским методами. Пикеты, значит, митинги, шествия, работа в трудовых коллективах, работа на парламентское выдвижение, выборы, мандаты, работа на этих площадках. Вот в этой части я не вижу конкуренции, потому что население, сегодня население, оно может быть, так сказать, к какому-то слову привязывается, как на выборах сейчас коммунистам России. Вот увидели коммунисты, и все, по этому галочку. Если это будут конкуренты на выборах, подчеркиваю, против кандидата Рашкина будет, допустим, значит, удальцов выдвинут, и будем конкурировать, да, здесь конкуренция. Потому что не договорились, не посмотрели на площадки до того, как выдвинуться, значит, чтобы эти два растаскивали голоса левого, так сказать, ориентированного избирателя. Да, это конкуренция, но мы способны договориться, способны найти варианты, на мой взгляд. Я считаю, что это надо так и делать. А вот уличная борьба, борьба просветительская, борьба за умы граждан, значит, здесь, я считаю, никакой конкуренции нет. Чем больше будет таких граждан, и причем таких взвешенных лидеров, умеющих заводить людей, вести за собой, тем быстрее общество придет к тому, что вот этот кап-страна, так называемая Россия, которая неизвестно, что построила, надо из этого тупика выходить, из этого... Страна заблудилась. Дорога есть, это социализм. Смотрите, Валерий Федорович. Вот и чем больше таких людей будет, тем быстрее придет прозрение, и люди пойдут по дороге социализма. Сейчас до президентских выборов остается совсем немного времени, особенно если говорить о полноценной, полномасштабной избирательной кампании. Жириновский сказал, что он пойдет на выборы. Явлинский сказал, что он пойдет на выборы. А коммунисты отмалчиваются? У нас еще идет процедура принятия решения. Мы всегда... Процедура выдвижения Геннадия Андреевича Узюганова в качестве кандидата в президенты? Ну, в том числе, да. В том числе, да, Володя. Значит, скажу... Вопрос с Узюгановым решен? Процентов на 90 и более первичные местные отделения, региональные отделения высказались, что самым благоприятным нашим кандидатом является Геннадий Андреевич Узюганов. Да, это уже де-факто. Собирались народно-патриотические силы, которые тоже абсолютно трижды собирались. То же самое высказывались... Решение пока еще не приводное, но высказывались предпочтения, чтобы выдвигался Геннадий Андреевич Узюганов. Значит, смотрели мы здесь и совместные действия силы, которые были. То же самое Геннадий Андреевич Узюганов. Но процесс выдвижения, он у нас давно отработан, эта технология, он еще продолжается. И когда подойдет период выдвижения, то соберется съезд по закону о выборах и по нашему уставу, и выдвинет кандидатуру. Очень высокая вероятность, я считаю, она закономерная просто в нашей партии, что будет выдвинут лидер Геннадий Андреевич Узюганов. Если вы попытаетесь объединить усилия с другими левыми движениями, здесь не только левый фронт имею в виду, и попытаетесь с ними договориться о выдвижении единого кандидата, возможен ли такой исход, в результате которого не Узюганов станет кандидатом, единым кандидатом от левых сил? — Процесс надо запускать. — Так вчера еще нужно было запускать, Валерий Федорович. — А он запускать, я имею в виду официально. — Я понимаю, я понимаю, о чем вы говорите, но все договоренности нужно уже было бы провести, а вы рассказываете о том, что это будет еще в перспективе в январе, когда до выборов останется месяца два-три. — И это объективный процесс, и не только Жириновский, там и Миронов, или кто-то сказал, будут еще появиться кандидаты, и обязательно, и никуда от этого не денешься, от этого процесса. — Поэтому все еще впереди. Объединение сил, оно уже происходит. Геннадий Андреевич озвучил команду, которая пойдет на президентскую кампанию, где в составе которой есть и будущие премьер-министры, будущее правительство Российской Федерации, правительство народного доверия, его одни называют коллекционным правительством, но Геннадий Андреевич озвучил, в одиночке на президентскую выбору никто не ходит. — Вы кем будете в новом правительстве? — Это зависит от президента. У нас такая конституция. — Вы же уже сколотили команду? — Я в том числе озвучен одним из членов этой команды, озвучен у Геннадия Андреевича Зюганова на заседании народно-патриотических сил. Это свершилось. Но я предполагаю, что будет много изменений, будут и другие фамилии. Чем ближе к выборной кампании, тем ближе к дню выдвижения люди начнут уже категорически определяться. А определяться с кем по пути? С действующим президентом, либо с теми, которые уже навыдвигались, или с нами, народно-патриотическими силами, левыми силами, в том числе и левый фронт, и все остальные, определяться. Потому что это главная должность в стране. Главная должность, от которой зависит на 90% социально-экономической политика. Какое будет правительство? Какие будут губернаторы? Что мы будем делать? Что мы будем строить? Будет ли работа экономика? Будет ли сильная социальная политика в здравоохранении, в образовании, по детству? Есть ли наработки? Вот я скажу, что если с точки зрения команды, программы и, значит, перспективы, самые отработанные, ну, естественно, я думаю, Володя, другого от меня не услышит, что самые отработанные эти вопросы у Компартии Российской Федерации. Хорошо, тогда последнее уточнение. После этого будем интенсивно уже подключать аудиторию. Осенняя сессия работы Государственной Думы началась. Здесь делает заявление Вячеслав Володин. Мне интересно, а с чем коммунисты-то идут вот в эту осеннюю сессию? Что будете предлагать? Ну, например, у меня ряд законов из наших товарищей, с которыми мы уже вышли. Вот вчера я внес закон о том, чтобы граждане Российской Федерации имели долю от природных ресурсов, как в Эмиратах, как в Швейцарии, Швеции, Норвегии. Многие ссылаются на то, как там хорошо живется, но не смотрят, а какие законы там действуют. Вот этот закон вчера был внесен. Ну, внесен ряд законов по изменению выборного законодательства. Чтобы привлечь людей, было масса, явка была большая. Мы где-то порядка 15 законов уже внесли от доступа к избирателям, убрать этот фильтр, кому уже никому не нужный. Муниципальный? Понятно, да, муниципальный фильтр на выбор в ЗАГС. Ну, в том числе и мэра Москвы и ЗАГС Собрания. А то в Бурятии нашего Мархаева не зарегистрировали, а он там был, победил бы. Да, можно, я говорю, бы, потому что его просто не допустили, тупо. Это вопросы, которые связаны и с борьбой с коррупцией. Я внес только последние 4 закона, которые бы способствовали, стимулировали и подталкивали законодательно в борьбу с коррупцией. Это раковая опухоль. И примеры можно миллионы сейчас проводить, что борьбы с коррупцией в России нет. И неотвратимости, наказаний нет. И, так сказать, на госслужбу, те, кто наворовал, бывшие чиновниками опять туда же стремятся, их опять принимают, законы этого нет. Вот ряд этих законов были приняты. Налоговый кодекс, изменения в пользу реального сектора экономики, послабление налогового бремени, просто тяжело. У нас катастрофическая ситуация с экономикой. И в этом году идет падение. Хотя там господин Медведев, у которого нет денег, но все должны держаться, говорит, что там какие-то доли процентов, увеличения. Да нет его. Это и по силу мы внесли законопроекты, и по бюджету главный закон страны бюджет. Мы еще раз унесли порядка семи законов о том, чтобы минимум в два-два с половиной раза увеличить доходную часть бюджета. Нас всегда пытаются поймать на действиях, вы только делите, отнимать умеете. Вот мы законы, семь законов внесли, которые позволили увеличить доходную часть бюджета в два с половиной раза. А это будет бюджет порядка 25 триллионов рублей, и не как сейчас 12. Эти мнения мы уже внесли, и будем отстаивать, чтобы быстрее эти законы были приняты. Были приняты. Поэтому у нас очень позитивная программа законодательная, которая пойдет на сессию эту осеннюю. И будем настаивать и убеждать Единую Россию, их там большинство, чтобы они были приняты, эти законы. Последнее уточнение от меня лично. Ваша коллега Дропека настаивает на том, чтобы устроить для депутатов Госдумы закрытый просмотр фильма «Матильда», чтобы сформулировать уже позже позицию. Пойдете? Да я к этому отношусь абсолютно спокойно, равнодушно. Нет, я не пойду смотреть этот фильм. Я его уже, значит... Как будто бы посмотрел. Столько ни на чем споров, столько акцентов, как будто у нас все в стране хорошо. Все в шоколаде. Вот у нас только вот этот «Матильда» и царь кровавый, так сказать, который... Ну, держите, там говорят, царя дискредитируют. Ну, скажите, что да, так ему и надо. Так что, историческую правду ее показывали, и надо показывать. Кровавый воскресенье кто отменял? Кто расстреливал? Царь? Кто, так сказать, в ссылки отправлял политических заключенных? В Кандалах, в Сибири и все остальное. Матильда все ему нашептала. Да, это не Матильда. Поэтому, что возмущаться? Потом, я говорю, ни на чем. Ни на чем. Вот те законы, о которых я сейчас сказал, вот где надо концентрироваться, вот где надо спорить, каков курс социально-экономический. Справляется ли правительство России с ситуацией? Не справляется. Надо ли его отправлять в отставку? Я считаю, надо отправлять Медведева с его командой в отставку. Вот какие вопросы надо обсуждать. А это Матильда. Это вот от главных вопросов. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Алло. Да, вы в эфире, пожалуйста. Здравствуйте, Евгений. 24 года, Москва. Вот у меня буквально несколько соображений, попрошу вас прокомментировать. У меня 24, я родился. В 92-м уже не было Союза. И вот для меня на предстоящих выборах, например, коммунистическая партия или на выборах президента звучит как-то вот неблизко, незнакомо. Вот подскажите, пожалуйста, может быть, пора какой-то ребрендинг или как-то это для молодых в том числе. Я понимаю, что у вас электорат, наверное, там 50 плюс заинтересованные вас граждане. Но надо делать упор на молодых. И второй вопрос, пожалуйста, идеология или религия? Вот я православный человек, мне это близко как бы, и вот как с этим быть? Спасибо, принимается. Хотите в продолжение? Сергей, Сергей пишет тоже. Для меня и, наверное, всех избирателей до 30 лет, Зюганов это персонаж прошлого тысячелетия. Пока Геннадий будет у руля, наших голосов вы не получите. Ни в коем случае, пишет Сергей. Есть персофицированные личностные оценки кандидата. И это, естественно, какие волосы, какой нос, какой рост, чем занимался. А есть идеологические. Вот здесь два вопроса прозвучало. Первый, то, что касается советского периода и кто как голосует. Чем больше уходим мы от советского периода, тем больше молодежи голосуют за компартию. Это не я говорю, это говорит социология. Это говорит исследования. И не мои, не наши исследования. И последнее голосование даже в интернете, кто является, так сказать, имя России, на первое место вышли Ленин и Сталин. Сталин и Ленин. Трижды делали... Нет, минуточку, мы говорим про Советский Союз, про идеологию коммунистическую. Поэтому, когда говорили, что давайте подождем, время уйдет и уйдет коммунистическая идеология, время показывает, что наоборот она приходит. Приходит в сознание и понимание, в сравнение, что сейчас и что было в советское время. Берем, так сказать, образование бесплатное, доступ молодежи к спорту, берем, так сказать, здравоохранение бесплатное, берем все показатели, село, берем, так сказать, товарное производство, экономику, объемы, пенсии, величину пенсии, возможность ездить по стране, заниматься спортом. Лично на своем примере, все в пользу советского периода и Советского Союза. И это превалирующее. И молодежь это видит. Вот ее даже не учат сегодня. Запрещают читать. Нет исторических справок объективных. А она все равно тянется сегодня к коммунистической идеологии и к советскому периоду. И это объективность. Ох, Валерий Федорович, в эпоху интернета запрещать читать, ну это как-то сложно. Я говорю, в школу. В школе запрещают читать. В школе, я говорю, возьмите программу. Возьмите программы школы сегодня. Я к тому, что даже без отсутствия в школе соответствующих программ, а молодежь читает. Верните собрание сочинений Владимира Ильича Ленина в школьной библиотеке. Требования Валерия Рашкина. Пусть она и будет везде. Пусть доступ имеется. Я за то, чтобы были все книги и возможность читать, анализировать и делать выводы. Особенно, особенно, как мы жили, что сейчас и что в сравнении. Вот когда это в сравнении берешь, тогда все становится понятно. Странный только такой. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день, Владимир и товарищ Рашкин. Извините, но почему мы сравниваем всегда... Марс разве мечтал о создании Советского Союза? Или Троцкий, или еще там кто-то. Понимаете, вы не путайте коммунизм и советизм, господа. Это совершенно разные понятия. Коммунисты родные. Спасибо, принимается, пожалуйста. Про религию и идеологию тоже не ответили. Это теория марксизма-ленинизма, на основе которой строится работа, тактика, стратегия и программа Компартии Российской Федерации. Это единая, структурированная. И, значит, ее разрывать нельзя. Разорвете философию, уберете идеологию, не будет партии коммунистической. Поэтому я это не разделяю. Кстати, религию-то будете запрещать, когда к власти придете? Значит, четко, однозначно, в нашей программе, в нашем уставе свободы, веры и исповедания закреплены. Закреплены, и каждый, значит, может верить, может не верить, может быть, так сказать, марксистом на основе марксистской теории, может материалистом быть. И у нас в партии есть и буддисты, и мусульмане, есть православные христиане. Поэтому этот вопрос у нас уже пройден. Мы этот вопрос решили, его вписали в нашу программу устав, и люди, которые вступают к нам в партию, это прекрасно знают. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Да, вы в эфире. Здравствуйте. Я вопрос Валерию Федоровичу. Да, пожалуйста, задавайте. Значит, во-первых, вот в самом начале была тема о том, что это за массовые звонки телефонные. Я так полагаю, это просто-напросто тренировка ФСБ по поводу 5-11-2017, что Мальцев объявил, будет свергать. Ну, ясно, кого свергать будет. Мальцев, он же каждый день свергает кого-то, нет? Нет, он на 5-11. А, на 5-11 теперь. Хорошо, будем говорить. Да. Теперь следующий вопрос. Вот, Валерий Федорович, не кажется ли вам, что вы уже все полностью со своим Дзюгановым, ваш элисторат, это одни пенсионеры, и если вы 17 или сколько там лет, вы только рассказываете, что мы это не можем, мы то не можем. Вы знаете, как родители, пенсионеры, а жалуетесь на обалдуя сына наркомана. Спасибо, принимайте. Спасибо огромное. Коротко, если можно, у нас 20 секунд. Коротко. Значит, то, что касается ФСБ и спецоперации, не согласен, не думаю, убежден, что этого нет, такого чудочного спецоперации нельзя проводить в России. Пункт второй. Второе, еще раз говорю, чем дальше времени, чем от выборов к выбору, все больше и больше за нас голосует молодежь и средний возраст. К сожалению, пенсионеры голосуют за партию власти, Единую Россию и Путина. Вот это факт. Вот от факта никуда не убежишь. Поэтому будущее за нами, за Компартией. Это был коммунист, депутат Госдумы Валерий Рашкин. Спасибо, Валерий Федорович. Приходите еще. Спасибо. Спасибо.